Миротворческие силы ООН Вооруженные контингенты стран-членов ООН Выделенные согласно Уставу ООН в целях предотвращения или ликвидации угрозы мира и безопасности путем совместных принудительных действий Если меры экономического и политического характера окажутся или оказались недостаточными Решения о создании, составе, использовании и финансировании миротворческих сил ООН принимаются Советом Безопасности ООН Стратегическое руководство осуществляется военно-штабным комитетом В 1988 году Миротворческим силам ООН была присуждена Нобелевская премия мира Генеральная ассамблея ООН учредила праздник Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций Миротворческие операции ООН За первые 40 лет существования Организации Объединенных Наций были проведены лишь 13 операций по поддержанию мира За последующие же 20 лет была развернута 51 миссия Первоначальные операции по поддержанию мира представляли собой в основном операции по обеспечению соблюдения соглашения о прекращении огня и Разъединении враждующих сторон после межгосударственных войн Окончание холодной войны привело к радикальному изменению характера операции ООН по поддержанию мира Совет Безопасности ООН стал учреждать более крупные и сложные миссии ООН по поддержанию мира Зачастую предназначенные для оказания помощи в выполнении всеобъемлющих мирных соглашений между участниками внутригосударственных конфликтов Кроме того, операции по поддержанию мира стали включать в себя все больше невоенных элементов Для координации таких операций в 1992 году был создан Департамент Операций по поддержанию мира ООН Совет Безопасности начал направлять миротворцев и в такие зоны конфликта, где не было достигнуто прекращение огня и не было получено согласие всех сторон в конфликте на присутствие миротворческих войск Некоторые задачи, порученные этим миротворческим миссиям, оказалось невозможно выполнить с теми ресурсами и персоналом, которые у них имелись Эти неудачи, самыми болезненными из которых стали массовые убийства в Сребрянице в 1995 году и геноцид в Руанде в 1994 году Вынудили он тщательно проанализировать концепцию операций по поддержанию мира ДОПМ укрепил подразделение, обеспечивающее миссии военными и полицейскими советниками Он создал новое подразделение «Группа по передовой практике миротворческой деятельности», которая должна анализировать накапливаемый опыт и предоставлять миссиям рекомендации по гендерным вопросам Принимать меры по улучшению поведения миротворцев, планировать программы разоружения, демобилизации и реинтеграции и разрабатывать методы охраны правопорядка и решения других задач Для обеспечения наличия бюджетных средств у каждой новой миссии с момента ее учреждения был создан механизм финансирования на предмандатном этапе А база материально-технического снабжения ДОПМ в Бриндизе получила финансовые средства для закупки стратегических запасов Необходимых для развертывания миссий была укреплена система непрерывного обучения дополнительного персонала на случай быстрого развертывания ДОПМ реорганизовал систему резервных соглашений ООН, которая включает реестр конкретных ресурсов государств, членов, в том числе военных и гражданских специалистов Материалы и имущества, предоставляемые для нужд операции ООН Обновленная Юэна Сайс ныне предусматривает предоставление сил в течение первых от 30 до 90 дней с момента учреждения новой операции В мае 2006 года ДОПМ ООН руководил 18 операциями в пользу мира в самых разных уголках планеты, в которых участвовали в общей сложности почти 89 тысяч военнослужащих, полицейских и гражданских сотрудников По состоянию на 31 октября 2006 года в первую десятку стран, предоставляющих больше всего войск для операции ООН по поддержанию мира Ходили Бангладеш, Пакистан, Индия и Ордания, Ниппл, Эфиопия, Уругвай, Гана, Нигерия и Южная Африка На которые в общей сложности приходилось более 60% всего военного и полицейского персонала ООН С 1948 года более 130 стран предоставляли свой военный и полицейский персонал и гражданских сотрудников для проведения миротворческих операций ООН За время, прошедшее после учреждения первой операции по поддержанию мира, под флагом ООН служило более миллиона военнослужащих, полицейских и гражданских лиц Военнослужащие, проходящие службу в составе операции ООН по поддержанию мира, получают денежное довольствие от правительств своих стран При этом эти страны получают компенсацию от ООН Все государства-члены ООН обязаны выплачивать свои доли расходов на операции по поддержанию мира в соответствии с формулой, которую они сами установили Несмотря на это, по состоянию на 31 января 2006 года задолженность государств-членов по просроченным и предсчитающимся взносам на операции по поддержанию мира Составило примерно 2,66 миллиардов долларов США Начиная с 90-х годов в ха-ха века миротворческая деятельность ООН все больше осуществляется во взаимодействии с региональными организациями Первая операция ООН, развернутая в том же месте, где проводилась операция региональных сил по поддержанию мира, стала миссия в Либерии в 1993 году Региональные силы были направлены туда экономическим сообществом западноафриканских государств В 1994 году миссия ООН в Грузии начала сотрудничать с миротворческими силами СНГ Во второй половине 1990-х годов миротворческие операции в Боснии и Герцеговине и Косово проводились ООН совместно с НАТО, ЕС и ОБСЕ В Афганистане возглавляемые НАТО Международные силы содействия безопасности для Афганистана тесно взаимодействуют с миссией ООН по оказанию политической поддержки Подбор персонала для миротворческих операций По мнению ряда исследователей, долгое время подбор персонала для миротворческих операций на все явно выраженный дискриминационный и политически обусловленный характер Подбирались в основном кадровые или резервные офицеры армии западных стран, которые имели прямой или опосредованный государственный интерес в зонах конфликтов Таким образом, о беспристрастности и нейтралитете при выполнении миссий ООН в тех или иных развивающихся странах в то время речи не шло ДСР 1970-х ГГ Практики ООН Социалистические страны не участвовали в миротворческих операциях и миссиях военных наблюдателей В то же время, американские офицеры выступали в качестве наблюдателей ООН в ходе проведения операции ООН в Греции, Палестине, Пакистане, Кашмире, Ливане, Западном Ириане Значительное количество наблюдателей было выделено союзниками США по военным блокам НАТО, СЕНТО, ЛАК, ОСИАН и Т.Д.СЕР 1970-х ГГ Ситуация начинает меняться Социалистические страны начинают все больше участвовать в миротворческих миссиях Польша в Юнифил с 1982-м годом СССР в группах военных наблюдателей в Египте, Намибии, Кувейте, Западной Сахаре и Кампучии Россия в миротворческих операциях 8 марта 1992 года по решению Верховного Совета России 900 российских миротворцев были направлены в состав силы ООН в бывшей Югославии В 1996 году контингент достиг максимальной численности в 1600 человек Вывод российских миротворцев из Боснии завершился 14 июня 2003 года За время операций в Хорватии и Боснии погибли 22 российских военнослужащих 25 июня 1999 года по решению Совета Федерации РФ в Косово было направлено 3600 миротворцев К тому времени там уже находилось 400 российских военных из числа контингентов Боснии и Герцеговини Которые совершили марш-бросок в Приштину и вошли туда 12 июня 1999 года по приказу президента России Бориса Ельцина Миссия продлилась до 24 июля 2003 года За время пребывания в Косово погибло 12 российских миротворцев 7 июня 2000 года Совет Федерации РФ принял решение об отправке в Сьерра-Леоне 114 военных летчиков для участия в миротворческой операции под эгидой ООН В составе международного контингента полицейских сил в операции участвовало 4 сотрудника МВД РФ Операция продлилась с августа 2000 года по сентябрь 2005 года 10 декабря 2003 года Совет Федерации РФ одобрил отправку 40 сотрудников МВД в Либерию 30 июня 2004 года 40 человек в Бурунди Миротворческие операции продолжаются до сих пор 27 декабря 2005 года 133 сотрудника МВД были направлены в Судан В марте 2012 года в связи с выполнением поставленных перед ними задач Российский миротворческий контингент был выведен в полном составе с территории разделенного Судана 1 сентября 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о направлении воинского формирования вооруженных сил РФ для участия в операции Европейского Союза в поддержку присутствия ООН в Республике Чат-Ицар Речь шла о направлении в район ее проведения 4 российских транспортных вертолетов Ми-8МТ и до 200 военнослужащих На 10 марта 2009 года в миротворческой операции в Республике Чат-Ицар участвовало 100 российских военнослужащих и 4 вертолета Ми-8МТ В декабре 2010 года российские войска, согласно указу президента, покинули территорию Чада-Ицар Кроме российских воинских формирований в миссиях ООН постоянно принимают участие офицеры-военные наблюдатели которые не имеют никакого оружия и пользуются дипломатическим статусом и неприкосновенностью Первая группа советских военных наблюдателей ООН, состоявшая из 36 офицеров была направлена на Ближний Восток для включения в состав органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия в Палестине после окончания Октябрьской рабо-израильской войны 1973 года В культуре, группа Саботон посвятила миротворцам песню «Light in the Black»